Выход с ЦАПа идет на эквалайзер. С эквалайзера выходит на кассетную деку. С кассетной деки выходит на усилитель. С усилителя идет на колонке вега. Ребят, вы помните, несколько дней назад я вот эту вот акустику вега обработал силиконом. Ну, динамики смазал силикончиком, подшикал. Слушайте, прошло несколько дней. Посмотрите, какая красота. Ну, как мне кажется, они смотрятся такие более темные стали, вместо серого. Этот, конечно, верхний немножко красноватый, как будто и остался. Ну, короче, вот смотрится прикольно. И да, вы поняли, электронику я отсюда убрал акустику и поставил веговские. Они забасили. Я не знаю, что повлияло. Силикон или то, что я акустику из другой комнаты. Короче, через несколько дней я прям сижу, мне электроника, ну, переехала туда, в другую комнату, на домашний кинотеатр. А вот эти вот прям босят, верха цыкают. Зашибись! И, когда все хорошенько просохло, вы посмотрите. Замечательно смотрятся динамики. Кто бы что ни говорил, что там никто-то писал, что силикон, вот, по порте динамики, ни хрена подобного. Офигительно получилось! Сижу и просто наслаждаюсь музыкой. Теперь у меня здесь действительно басы. Причем я никакие сабвуферы не подключал. Может, помните, у меня здесь, значит, есть вот такие выходы от низкочастотного динамика напрямую. Я раньше подключал к ним сабвуферы. Ну, в той комнате, когда они стояли. Ну, лучше чтобы звучало. Так вот, не нужны сабвы. Теперь не нужны. Просто звучит замечательно. Еще раз. Силикон. Сейчас покажу. Вот такой вот бутылек. Куплен за 100 рублей в фикс-прайсе. Я, кстати, вчера был мог в этом фикс-прайсе и купил себе еще один про запас. Просто попшикал, растер огонь. Все-таки на звук. Вот то, что я обработал. Какой-то пленочкой покрылась. Более плотный стал звук. Мне не нравится. Так что смело с силиконом экспериментируйте. Ничего страшного с колонками не произошло. Наоборот. Все-таки звук поменялся. Ну, вы поняли. Раз уж она сюда переехала, значит, действительно, теперь это колонки для моей студии. И они звучат, кстати, как вот эти вот Genius'ы. Ну, основные мои колонки, на которых я прослушиваю с YouTube, когда смотрю. Так вот, теперь ЦАП, усилок, ВЕГА. Классный звук. Мне нравится. Да, сейчас что-нибудь попридумываю. Есть мысль. А что, если взять, значит, эквалайзер Cosmos, подсоединить его после ЦАПа, но между усилителем. Не, даже не так. ЦАП, эквалайзер, кассетная дека, усилитель. На кассетку записать. С эквалайзером. ЦАПа. Сейчас попробую. Так, что будет? Я сейчас нажал вот эту кнопочку. Это входит сигнал и выходит. Без эквалайзера. То есть, ну, просто входной сигнал. Единственный нюанс. На уровне записи будет немного тише. Соответственно, потом я ее отжимаю. Вступает в силу эквалайзер. Хотя, стоит признаться, что, например, напрямую ЦАПа на кассетную деку звучит достойно и громче, чем когда напрямую сигнал идет. Но все-таки, вот, входящий сигнал, выходящий сигнал как-то влияет, это я трогать не буду. Ну, вы просто держите в уме, что, грубо говоря, входит такой сигнал. Потом я отжимаю кнопочку и, соответственно, пойдет уже через эквалайзер. Я буду крутить, вы услышите. Да, пишем кассету. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, достаточно. Как вам? Ну, то есть, можно еще через эквалайзер пускать. Хотя, почему вот он, когда выключенный, как-то сильно зажимает звук, по сравнению с тем, что напрямую с ЦАПа, вот это я не понял. Ну, все-таки, ЦАПа, советская аппаратура, что вы хотели. Но работает. Можно, и вы это слышали, вытянуть не только верха, и голос, и басы. Класс. К чему это я? Да ни к чему. Просто опять развлекаюсь. Опять у меня утро, 10 утра, и мне снова скучно. Такие дела, ребятушки. Вроде как, на видосик хватает. На небольшой. Увидимся еще.